В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. В администрации муниципалитета прошло очередное заседание рабочей группы по вопросу строительства автодороги Солнцево-Бутово-Видное. Где полоса под отвод общественного транспорта? Где полоса для противопожарных требований? С 1 марта 2021 года в России вступят в силу поправки в закон о техосмотре. Счастливы ГИБДД технического надзора начнут принимать участие в проведении технического осмотра пассажирских транспортных средств. Подмосковные дети наградят медалями медиков коронавирусного стационара к 23 февраля. Что ты написал на своей медали? За что ты вручаешь? За что они спасли маме жизнь. В администрации муниципалитета прошло очередное заседание рабочей группы по вопросу строительства автодороги Солнцево-Бутово-Видное. В нем приняли участие представители администрации, депутаты и активные жители Ленинского городского округа. О наиболее острых вопросах и итогах встречи в нашем первом сюжете. Третье по счету заседание рабочей группы по вопросу строительства автодороги регионального значения Солнцево-Бутово-Видное прошло в здании администрации муниципалитета. Руководство округа, депутаты и активные жители в течение трех часов общались по видеосвязи с разработчиками проекта платной трассы и представителями комитета по архитектуре и градостроительству Московской области. Один из вопросов касался развязки СМ-4ДОН. У нас стояла цель и задача именно сделать так, чтобы город не стал транзитным. И жители нашего города имели возможность выезжать через ту дорогу, которую строят Солнцево-Бутово-Видное. Также из города, из новых, вновь построенных ЖК микрорайонов, на МКАД, минуя город. В ходе обсуждения по многим вопросам удалось прийти к компромиссу. К примеру, развязка будущей дороги не затронет СНТ Екатерининская пустынь. По результатам прошлых заседаний авторы откорректировали проект вблизи микрорайона Заполье в деревне Орлова и деревне Пуговичино. Есть положение земельного кодекса, что в зоне планируемого размещения автомобильной дороги не все участки могут быть изъяты. Если при проработке уже конкретно этим собственником будет непреодоримое желание сохранить строение и определить границы попадающих под изъятие, то это в процессе обсуждения изъятия может быть и решено. Наиболее активные обсуждения развернулись вокруг прохождения будущей дороги через шестой микрорайон. Где полоса подойдет от собственного транспорта, где полоса для противопожарных требований в случае пожара, где разворотная полоса, которая требуется радиусом 16 метров. Жителей и местных депутатов беспокоит не только близость прохождения дороги к жилым домам и нежилым строениям, но и перспектива из-за стройки лишиться благоустроенных зеленых зон. На сегодняшний день от северного квартала подъезда к НСУ тоже нет. Необходимость вот этого бокового проезда мы на прошлой встрече ставили под сомнение. Мы его ставим под сомнение сегодня на этой встрече. Причем ставили на сомнение не только я, это жители данных территорий. То есть, насколько нужно рубить вот это все дело для такой трансформации, я прошу вас еще раз более внимательно вот эту часть посмотреть. В ходе заседания удалось обсудить множество вопросов, касающихся прохождения будущей дороги через земли муниципалитета. Были достигнуты договоренности по тому, какие дорожные проезды будут перемещены, какие будут убраны и виды изменены в развязке. Поэтому, в принципе, результат есть. Совместная работа администрации, депутатов и активных жителей с разработчиками проекта будет продолжена на следующих заседаниях рабочей группы. Ожидается, что в окончательной редакции рабочий проект дороги появится летом, после чего его ждет государственная экспертиза. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видно этого. С 1 марта 2021 года в России вступят в силу поправки в закон о техосмотре. Они вводят новые правила и процедуры, основная задача которых – борьба с нелегальным выпуском диагностических карт. В связи с этим в отделе ГИБДД Ленинского городского округа прошло совещание, на котором обсуждались новые поправки. В нем приняли участие представители администрации округа и отдела ГИБДД, учреждения, имеющих лицензию на проведение техосмотра, и организации, осуществляющих пассажирские перевозки. Цель мероприятия – скоординировать действия всех участников процесса в связи с новыми поправками в закон о техническом осмотре. Сотрудниками ГИБДД технического надзора начнут принимать участие в проведении технического осмотра пассажирских транспортных средств. Кроме того, с 1 марта сотрудники технического надзора возлагается государственный контроль надзор за организацией проведения технического осмотра транспортных средств, предметом которого влияется оценка соблюдения операторами технического осмотра требований правил проведения технического осмотра. Он будет расшляться посредством мероприятий по профилактике, по государственному контролю внеплановых проверок и контрольных закупок. В настоящее время на территории Ленинского городского округа ведут деятельность 8 операторов технического осмотра. Два из них имеют лицензию на проведение техосмотра автобусов. Именно о безопасности пассажирских перевозок шла речь на встрече. Главное цельного введения – борьба с нелегальными диагностическими картами. Очень много в данный момент всяких лжеоператоров, которые не имеют ничего у себя, ни оборудования. И просто шлепают диагностические карты под другими паролями. Я так полагаю, что с 1 марта, когда все это вступит в силу, наши надзорные функции, я думаю, что мы все это искореним. Помимо жесткого контроля за процессом техосмотра, с 1 марта все выданные диагностические карты будут вноситься в федеральную электронную систему. 18 февраля с 11 до 16 часов в рамках весеннего дня добра местное отделение Союза женщин Подмосковья при поддержке администрации Ленинского городского округа проводит горячую линию психологической помощи женщинам, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях. Милые женщины, мы понимаем, что когда-то в жизни бывают радостные моменты, когда-то жизнь идет, возможно, не так, как нам хотелось, когда-то даже возникают конфликты, недопонимания и прочие проблемы. Но это не беда. Весна сметет все. Наша горячая психологическая линия поможет вам обрести уверенность и спокойствие. Звонки будут принимать опытные дипломированные психологи, которые окажут первичную психологическую помощь. Иногда у человека случаются разные совершенно ситуации, которые не могут разрешиться вот здесь и сейчас. Для того, чтобы немножко помочь женщинам в этой ситуации, было решено провести такой вот мини-марафон. Разговор с консультантом может стать первым шагом к решению вашей проблемы. Горячая линия основана на принципах конфиденциальности и толерантности. Все звонки с городских телефонов бесплатны. Звоните по телефону 8 495 541 6303. Подмосковные дети наградят медалями медиков коронавирусного стационара к 23 февраля. Ребята из самых разных городов Московской области мастерят для врачей праздничные поделки в преддверии Дня защитника Отечества. От видного в акции приняли участие воспитанники Центра детского творчества «Импульс». В Ленинском городском округе наблюдается снижение числа новых случаев заболевания COVID-19. По данным пресс-службы ВРКБ за прошедшую неделю в муниципалитете было зарегистрировано 152 новых случая зараженных коронавирусной инфекцией. В Московской области в преддверии Дня защитника Отечества проходит акция, в рамках которой дети делают праздничные композиции для врачей. Вот такая выпуклая. Видите? Какого цвета вы хотите, чтобы у вас была звезда? Вот у тебя синий фон. Какую ты хочешь звезду, чтобы она была? Я хочу прям золотую. Прям золотую? Для декоративных композиций ребята использовали цветной картон, бумагу, диски, клей и ножницы. Необычную акцию дети даже назвали медицинским языком, используя латынь «Gloriam Defensoris», что в переводе означает «Слава защитникам». За что ты хочешь вручить медаль? За то, что не спасает жизни. Поделки мастерят школьники, воспитанники творческих студий, дети из многодетных семей и с ограниченными возможностями здоровья. Награды будут переданы в ковидный стационар Видновской районной клинической больницы. На каждой медали ребята написали, за что они адресуют награды медикам. Эрик решил подписать свою медаль за доброту. Я сегодня делаю медали. Для кого? Для медиков. Какие были в красный зон. Надписи самые разные. За верность долгу, за мужество, за спасение жизни и другие. Что ты написал на своей медали? За что ты вручаешь? За что они спасли маме жизнь. Некоторые нарисовали и подписали открытки, в которых рассказали, что понимают, как тяжело медицинским работникам, а также пожелали им поменьше пациентов. Слава защитникам! Наталья Буслаева, Елена Кошелева, Видное ТВ. Рукопашный бой – один из древних боевых искусств, но и по сей день пользуется особенной популярностью. Ежегодно в феврале в нашем муниципалитете проходит открытый кубок Ленинского городского округа, приуроченный ко Дню Защитника Отечества. Наша съемочная группа побывала на этих азартных соревнованиях. Боевой настрой есть, воля к победе тоже. Уже в седьмой раз во Дворце спорта «Видное» прошел открытый кубок Ленинского городского округа по рукопашному бою. Сегодня на соревнованиях присутствует порядка 450 участников, 17 команд. Плюс проходит параллельно кубок Московской области по мужчинам. Это еще порядка 100 участников. Оснащение Дворца спорта позволяет без проблем проводить такие масштабные соревнования. Год от года в турнире принимает участие все большее число участников. В этот раз к столичным и областным спортсменам присоединились бойцы из Ленинградской, Курской, Владимирской областей. Соревнования – важный момент в жизни каждого спортсмена. Это определенный этап, возможность показать свои способности и понять слабые места. Несмотря на то, что этот вид спорта традиционно считается мужским, на татаме немало девушек. Двухкратная чемпионка Кубка России Анастасия Коваленко сегодня радуется очередной победе. Это результат долгих и упорных тренировок. Тренироваться, не сдаваться. Если проигрывать, все равно надо сдавать и идти дальше. Подобные соревнования – это всегда неизменная буря эмоций на ринге. А вот за его пределами бойцы часто оказываются друзьями. За семь лет в большом спорте видновчанин Матвей Холин из клуба «Десантник» не только стал победителем и призером различных всероссийских кубков, но и обрел немало единомышленников. Да, причем уже очень часто. Но как бы на ковре приходится как бы с соперниками становиться, а потом уже сразу после боя снова пойти, общаться, дружить. Вот и его одноклубник Давид Кочадрян сегодня на соревнованиях. По возрасту он не попал в число участников турнира, но выступил в роли рефери. И задача эта, по признанию парня, нелегкая. Да, уровень высокий. Все соперники достойные, показывают зрелищные бои. Сильные очень бойцы. Призовые места розданы, победители этого года определены. Но и те, кто уехал домой без заветного кубка, не отчаиваются. Ведь трёхкопашный бой – это больше, чем спорт. Это стиль жизни. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Всего доброго и до свидания.